Перед отправкой в Украину российские арктические подразделения отрабатывают ракетные стрельбы у границ Норвегии и Финляндии. Боевые стрельбы проходят на этой неделе на полигоне Шары под Печенгой, основным местом дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Как сообщает пресс-служба флота, занятия проводятся офицерами и инструкторами, имеющими опыт войны в Украине. Полигон расположен всего примерно в 10 километрах от границы с Норвегией. В зависимости от снаряда, дальность стрельбы гаубица «Акация» составляет до 24 километров, а из града ракета может улететь на расстояние до 30 километров. По данным Северного флота, участвующие в учениях военнослужащие учатся развертывать вооружение в боевой порядок с занятием огневых позиций. Артиллеристы внимательно изучают местность и обнаруживают цели с помощью воздушной разведки, после чего стараются уничтожить огневые средства и живую силу условного противника. По словам военных, цель учений – нарабатывание умений и навыков, необходимых для четкого выполнения боевых задач с учетом постоянно меняющейся обстановки. 200-я отдельная мотострелковая бригада принимает активное участие в войне против Украины, где понесла серьезные потери. По сообщениям, уже в первые дни наступления погибли сотни бойцов бригады, в том числе ее командир полковник Денис Курила. Высокопоставленный офицер был убит под Харьковом на начальном этапе наступления. В 200-й отдельной мотострелковой бригаде, входящей в состав Северного флота, служат бойцы со всей России. Северный флот является одним из пяти российских военных округов. По оценкам Вооруженных сил Украины, на конец января 2023 года российские потери составляют более 120 тысяч военнослужащих. Некоторые из погибших есть в списках составленных Баренц-обзервер. Боевые стрельбы совпали по времени с усилением военной поддержки Украины со стороны Норвегии. Один из последних примеров – это танки и дополнительные артиллерийские снаряды. Как сообщает Министерство обороны Норвегии, в 2022-2023 годах общий объем военной поддержки Украины составит около 5,4 миллиарда крон. Продолжение следует...